Продолжение следует... 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 Криера Джаврил, те, которые очень богатые люди, и они живут ужасно. Кто самый богатый человек? Это царь Соломон. У него были все богатства, у него вся власть, вся известность, но он ненавидел жизнь, потому что ему надо было все отдать кому-то другому. Это кому все равно. Солото, серебро, дима, Богу ничего не стоило. Если оно исчезло, он бы сказал, золото, серебро, возвратитесь, и оно все бы опять появилось. Богу, но бесценно, что ему все обошлось, и тогда он отдал своего сына. И такие вы драгоценны. Вы понимаете, что вы дороже, чем все богатства этого мира. Почему проводим наше время, стараясь приобрести это ненастоящее золото? Читаем Матфея 11, 28, 30. «Придите ко мне, тружайшие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое, иго его заповеди, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Почему оно легкое, потому что это он несет? Это как велосипед для двух человек. Бог крутит колеса, а мы просто сидим сзади, наслажаемся. Иеремия 6, 16. Нет ничего нового в Новом Завете, оно все приходит в Санага. Иеремия 6, 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите о путях древних, и путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». Мы хотим ходить своими помышлениями, своими желаниями. Он говорит, что даже человек, который ходит, чтобы определять свои ступени, мы, как этот компас, который поломан, мы даже не знаем, когда мы идем. Галатам 6, 2. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». А если кто-то скажет, «Я не по закону, мне не надо нести бремя других». «Мне не надо тебя любить, потому что Бог тебя любит». Это глупо. Исполнил, это означает, что вам не надо это сделать. Это означает, что Он показал, как это делать. Продолжаем. Если пророк был гнок, кто такой гнок? Это отдельно по форме и силе, но ниже стандарта. Это духовный рост. Как новорожденное младенце, возлюбите чистое словесное слово, дабы от него возрасти вам во спасение. Люди, они только кушают печенье и молоко, они не кушают мясо. Дальше чаем. 2 Петра 13. «Но возрастайте благодать и познание». Нам надо возрасти благодать и познание. Мы знаем чуть больше, чем когда мы были спасены. Но если вы не растете, то есть проблема. 1 Коримпианам 13.11. Когда я был младенцем, то был по-молодежески Гаврил, по-молодежески мыслил. Вот. Это картина того, кто ведет себя как ребенок. Есть взрослые, которые ведут себя как дети. Проблема в том, для многих нет этого до духовного роста. Они все равно ребенок. В Ефесянам 4.14.15. «Дабы они были более младенцами и колебжем, и увлекающимися всяким метром учения, получавшихся по хитрому искусству, но истинною любовью все возвращал того, которое есть глава Христос». Это Мессия. Нам надо расти. Есть столько ветра, доктринов, которые очень глупые, но люди верят. Я не буду говорить эту глупость теологическую, но есть очень много ее. Дальше. Если у священника было пятно на глазе. Это искаженное зрение. Они четко не могли видеть. В Ефесян 2.5. И по каким судам судите, таким будете судимы. Это когда кто-то что-то делает неправильно. Я говорю, милость, милость. Потому что я хочу милость. Никакой меры вымерите. Такой вам будете мерить. И что ты смотришь на сучок в глаза брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего. А в твоем глазе бревно лицемер. Вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Подумайте. Если это бревно. Четыре фунта бревно. Я ударю ее перед тем, как я могу даже достать сучок. Потому что у меня будет бревно в моем глазе. Мое время это пятно на глазе. Римлянам 2.1 Итак, неизвините ли ты, всякий человек, судящий другого, и под тем же судом, каким судишь, что его, осуждаешь себя. Потому что судя другого, делаешь тоже. Я замечаю, что часто те, которые политики или религиозные лидеры, о чем они в основном говорят, это то, что они сами делают. И почему они об этом ссорятся, потому что они сами очень хорошо об этом много знают. Я не знаю, сколько лидеров, которые очень много проповедовали о каком-то грехе, и они сами оказались в том грехе. Очень часто люди так себя ведут. Вот кто-то, кто судит другого. И они то же самое делают. Причи 30.12 Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не мыт от нечистот своих. Я думаю, это поколение, в котором мы сейчас живем. Все это «вок», это продвижение, где они называют «хорошие, плохие, плохие». Рисы 11.22.3 И подчерет о нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господнем исполнится. И будет судить не по взгляду отчей своих. Очень часто люди судят по взгляду отчей своих, но видят это не верить. Особенно с искусственным интеллектом. Есть много бабушек, у которых много денег забирают, потому что голос служит похож на голос их ребенка, и потому что они дают очень много денег этому искусственному интеллекту. Этот был президент за 50 миллионов долларов, и он потерял 50 миллионов долларов, потому что он услышал голос своего босса. И это все использовало искусственный интеллект. Очень часто, очень легко нас обвесить с этим искусственным интеллектом. Это, мне кажется, как дьявол будет обманывать людей. Сгура. Кто-то слышал такое сгура? Кто хочет сгура? Это происходит, когда неправильное питание. Если вы вводите в церковь, и вы только кушаете печенье и молоко, у вас будет этот сгура. Вы должны кушать картошку и мясо. Есть еще группы еды. Есть хлеб, есть фрукты, есть мясо, есть молоко и сыр. И Библия говорит о всем этом. О молоке, о мясе, о хлебе, о фрукте. У нас будет этот баланс, Саша, и диеты. Если вас только кормят молоко и печенье, вы никогда не будете расти. Это почему надо идти туда, когда вы видите этот целый совет, Божий, как Павел говорит. Читаем. Первое конфиано. Это один из ваших конспектов. Первое конфиано. Я кормил вас молоком, а не мясом, потому что вы не могли это нести, и вы все равно не можете. Есть все многие верующие, которые в этом моменте. Очень много пастырей меняют памперсы. Евреям 15, 14. Сякий питаемый молоком, неси душ в слове правды. Он еще ребенок, потому что он младенец. Твердая же пища, свойственная, совершенная, у которых чувства, навыки, приученные к развлечению добра и зла. Дети не могут развлечать добра и зла. Они не знают, кому доверять. Это как многие верующие себя ведут. Они не понимают эти знаки, потому что они не знают, какое время, какой сезон. Они читают стих, но они ничего не понимают. Они говорят, если ты веришь, время сезона, какое сезон время? Люди говорят, мы не знаем. Я на 6,35. Сказал же, я есть хлеб жизни. Мы слышим о молоке, о мясе, и теперь мы слышим о хлебе. Галатам 5,22. Плод же духа, любовь, радость, мне надо терпеть благо, смело сердце, вера. Если мы дерево, то мы должны приносить этот плод, и это должен быть добрый плод. Деяния 20,27-28. Ибо я не упускал возвышать вам всю волю Божью. И так внимайте себе из тему стаду, которым Дух Святой поставил вас, Людмила, и пости церковь, или кормить. Не избавляться от церкви, а кормить церковь. Я приеду в церковь здесь 4 раза просили деньги, потому что на церковь, на миссионеров, чтобы купить новый пиано. Нам надо посетить церковь, а не отнять ее. А что такое чешпа? Это какие кожные заполевания? Если мы посмотрим на евреи, это то, что в основном касается кожи головы. Псал 38,21. Но Бог сокрушает голову врагов своих. Темя закоснил обоих беззаконних. Если вы священник, который имеет это чешпа, тот, кто продолжал обращаться к тому, кто продолжал своих грехах. Исайя 3,15-17. «Что вы тесните, народ мой, и угнетайте бедных?» И сказал Господь, «За то, что дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею, и большая взорами, и выступают, величивая поступит, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь теми». Дочери Сиона. И обнажив Господь сраватой их. Вот есть тот, кто очень надменный. «Я лучше, чем ты». Это что происходило между дочерями Сиона. И так он ставит, он оголяет их теми. Кто знает, то, что я верю, вместо того, чтобы объяснять Библию, я позволяю, чтобы Библия себя объясняла. Какая идея? Мне не надо быть умным. Мне просто надо соединять эти разные моменты. «Помните 100 точков, и когда вы их соединяете вместе, потом получается эта картинка. Я знаю, что три после два. Такой я мудрый. Я просто следую за точками, и потом я вижу эту картину». Какая идея? Изеки, 16, 11, 12. «И нарядил тебя наряды и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье. И дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим и на голову твою прекрасный венец». Он говорит, что он украшает Израиль. Он говорит, я поставил это ожерелье. Что вы думаете, это цепочка или ожерелье? Что оно было? Давайте посмотрим. Притчи 1, 8, 9. «Слушай, сын мой, наслабление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это будет прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Вау! Вот оно! Это о чем пророк говорит? Это не целая цепь, я прицеплен к закону. Это не та цепь. Это как маленькая цепочка, которую ты носишь на шее. Это как венок на лове твоей. Библия себя объясняет. Даже надо быть умным. Просто надо соединить эти разные моменты. Иезеки 16, 48, 50. «Живу я, говорит Господь Бог, Содома, сестра твоя, не делала того сама ее дочери, что делала ты, дочери твои. В о чем было беззаконие Содомы?» Что мы думаем, было это беззаконие Содомы? Это не то, что мы думаем. Иезеки, мы читаем, что это была гордость, пресвящение и праздность. И на руки бедного нищего не поддерживала. И возродилась они и делали мерзости предица Моим. Они были... возгордились и делали мерзости предица Моим. И я, увидев это, отверг их. Это... Это... Чешпа, когда вы думаете, вы надменные, думаете, вы лучше других. И последнее, если камни сломаны, что означает поломанные камни? Как женщины, так и для мужчин. Они... У них не будут родить... От них рождаются дети. Почему я могу забеременеть? Из-за него или из-за нее? Это... Это человек, у которого камни сломаны. Если священник не может рождать детей, он не может быть священником. Да, он может кушать хлеб, но... Он не может быть священником, потому что смысл священника это приносить плод. Читаем Галатам 4, 4, 18, 19. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, до коей не запросится вас, Христос. Есть человек, который опять в муках рождения. И смысл этого, Месси должен изобразиться в вас. Иоанна 15, 6, 8. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и застогнет. А такие ветви собирают и бросают огонь, и они сгорают. Если прибудете в мне, и слово мое в вас прибудет, то чего не пожелайте, просите, и будет вам. Тем просается Тесной, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Мы должны приносить или производить учеников. Сколько плода, мы должны принести много плода. Холоссянам 1, 10. Чтобы поступали достойно Бога во всем угождении, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. И потом дальше читаем. 2 Тимофея 2, 2. И что слышал от меня? При многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. И вся идея заключается в том, это быть этой духовной бабушкой, духовным дедушкой. Это же производить учеников. Итак, теперь переходим к пятнам. Что такое пятна? Мы знаем, что мы должны быть без пятна и порока. А как вы можете знать, если вы без пятна, если вы не знаете, что это пятно? Кто-то может мне сказать, что такое пятно? Кто-то помнит? Библия говорит о три разных пятна. В Новом Завете. Но надо возвращаться в Старый Завет, чтобы понять, о чем он говорит. Кто-то может сказать хоть одно это пятно. Или может, или три из трех пятна. Три разных пятна. Вы не можете смотреть на конспекты. Я скажу вам, что такое пятна. Он хочет эту славную церковь. Читаем Евсея на 5, 26, 27. Чтобы осветить ее, очистив больную воду посредством слова, чтобы представить себе славную церковь, не имея пятна. Иуда. Пусть Библия себя объясняет. Иуда 1, 11, 12. Горьям, потому что идет путем, кайновым, предаются обращениям с Д, как ваалам, и в упорстве погибают, как корей. Таковые бывают с облазном. Или пятны. Вот это с облазной. Или пятна. Возвращаемся в Патрие 4, 8, 10. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каина Авеля, брата своего, и убил его. Сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату своему, моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изнанка. И сказал Каин, наказание моего больше не внести. Какой он был девочкой? Он убил своего брата, но он говорит, ой, это сильно тяжело. И вы знаете, что вынес, что невероятно, когда Бог сказал, кровь твоего отца, кровь твоего брата вопьет ко мне. Оно неправильно переведено на английском. крови брата, не только кровь, крови всех поколений, все будущие поколения, которые были в крови твоего брата. Оно вопьет ко мне. Это почему надо понимать евреи, потому что оно помогает им лучше понимать эти ужасные английские переводы. 1 Иоанна 3, 11, 12. Ибо такого было обвесование, которое вы слышали от начала, чтобы вы любили друг друга не так, как Каин, который был отлукаво и убил брата своего. А за что убил его? Почему Каин убил Авеля? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны. Это была проблема зла и добра, зла и праведности. Он ненавидел своего брата. Итак, мы поговорим об одном пятне. Одна из пятн, это ходит по пути Каина. То, что мы должны понять, это что Каин был религиозным. Мусульмане религиозные. Но оно злое. Мусульмане, я извиняюсь. Якова, 1, 27. Чисто непорочное благочестие пред Богом отцом есть то, чтобы претирать сирот и вдов в их скорбях и хранить тебя не сирот от мира. Что еще про Каина? Посмотрим, что он был завидовал, он был полон ненависти, гнева, разора, он был убийцей, он был лжецом, он сказал, что он не знает, где его брат, он никого не почитал, даже Бога, он был человек плоти. Путь Каина это ходит по плоти. Читаем Галатам 5, 19, 21. Дела плоти известны, они суть, прелюбодение, блудничество, недосужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Это все по пути Каина. Предваряй вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Итак, пятны. Что такое пятно? Это ходить по плоти. Понятно ли это? Итак, это ошибка Валама. Каина ошибковала. Он любил плату неправды. Он своенравный и непослушный. он очень хотел деньги и он говорил с двух сторон своего рта. Он был святый и проклинал. Люди знали по этому значению. 2 Петра 2 13 15 Вот опять пятна. Они получают запись ибо они помните тернии растет возле хорошей. Он говорит, что будут антихристы, которые выйдут из нас, Иоанн говорит. «Они получают возмездие за беззаконие, ибо они плавают во роскоши сравненькие оскоренители, но наслажаются обманами. Глаза у них исполнили любострастью, и непрестанно они приезжают неутверженные души. Они забудились, идя по седам Валама, который возлюбил взду неправную». Число 22 6 это Вала говорит Валаму. «Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии прозвить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты бласоверишь, тот бласоверен, и кого ты проклянешь, тот проклят. Мы знаем, что Валам бласовер и проклянул. Иаква 3 10 И тоже исходит бласовер и проклятие. Не должно братья моего всему так быть, что мы знаем про Валама, что он был злой советник. Тот, кто дает совет для чего-то неправедного, злого. Число 31 16. Вот они посоветовали Валаму, были для сынов Израевых поводом к отступлению от Господа в укажение фигуры. И поражение было в обществе Господне. Что здесь происходит? Валам знал, что Бог никогда не проклянул своих детей. Что он сказал Валаку сделать, это чтобы Израиль не исполнял этот завет с Богом, чтобы у них не было этой защиты. Почитаем о последних дни Откровение 2.14 к церкви. Но я немного против тебя, потому что у тебя есть держащиеся учения Валама, которое научило Валаку вести в соблазне сынов Израиль в их, чтобы они ели и должетно любодействовали. Смысл давайте не просто посмотрим на то учение Валама, но смысл этого учения, чтобы усилипить Израиль, чтобы они поломали этот завет с Богом. Вам это понятно? У меня другие сии, которые я добавил, вы можете их написать и потом можете позже на них найти. Иеремия 16 Бог говорит о пророчестве о время, когда будет намного раз больше исхода с Египта. Это пророчество, которое еще не исполнилось. Вот приходят дни, говорит Господь, когда-нибудь уже говорит жив Господь, Который вывел сновь Израиль из земли Египетской. Но жив Господь, Который вывел сновь Израиль из земли северной и всех земель, и в которых и знал их, и возвращил их в землю и которые дал отцам их. Вот я пошел множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошел множество охотников и не погонять их со всякой горы и со всякого холма и из ушей и скал. Помните, что Ишуа сказал своим ученикам «Сделай вас рыболовцами». Мусульмане говорят «Камни вопьют!» Скажут «Вот еврей, приди убей его!» Мы живем в это время, когда Бог чтобы все евреи были в Израиле, чтобы они были для три праздника. Почему он хотел, чтобы там евреи были? Он говорит, когда он умрет, когда дух будет излит, и он хочет, когда он опять возвратится. И что мы здесь встречаем? И Иль 3.1.2 «Либо вот в те день, в то время, когда я возвращу плен Иуды в Иерусалиме, да, будет великий исход. Я соберу все народы и приведу их в долину Исафата, и там произведу на небе суд за народ мой и за наследие мое, Израиля, которое они растили между народами и землю мою разделили». Самое большое, то, что Богу не нравится, это народы, которые хотят разделить землю Израиля. Видите, сожалею, это две страны, ответ, где две страны, но этот ответ принесет проблемы для всего мира. Вот еще один стих. Захария 1 Захария 1 14 16 Слава мне, ангел, говорящий со мною, «Прозволь и скажи, так говорит Господь Слов, «Восемь на Яросалиме и Асионе ревностью великую и великим негодованием негодую на народы живущие в покое, ибо когда я мало прогнелся, они усилили зло». Спасибо так говорит Господь. Я прощаюсь к Яросалиму с милосердием «Днем соорудится дом мой», говорит Господь Слов, «И землемерная верфь претенца при Иерусалиму и будет то, что будет измерять Иерусалим». Дом уже был построен, когда Захария сказал это. Отначально он видит будущий дом, который пройдет, будущий храм, и кто-то будет его измерять. Следующий стих 18 21 «И поднял я глаза мои и увидел вот четыре рога». Сказал я ангелу, говорящему со мной, «Что это?» И он ответил мне, «Это роги, которые разбросали Иуду израиля и Иерусалима». Потом показал мне Господь четырех рабочих. Сказал я, «А что они делать?» «Они идут делать». Он сказал мне, «Эти роги разбросили Иуду, так что никто не мог поднять голову своей». А все пришли устрашить их, чтобы устрашить эти четыре роги. Вот страх идет на тех, которые восстали против Израиля. Они получают то, что они сами делали. «Сбить роги народов, поднявшие рог свои против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Это люди, которые думают, что они выше, чем Бога, что они будут установлять границы, что они могут разделить Израиль. Захария 2.11.5 Снова я поднял глаза и увидел вот муж, у которого в руке земляная верфь. Это Иоанн книги Откровения. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал, измерить Иерусалим. Помнишь, я вредила сегодня утро, какая широта и какая длина. И вот ангел говорит со мной, говорит, а другой ангел идет навстречу ему. Вот эти два ангела. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в ней. «И я буду для него, говорит Господь, огненная стеной вокруг него, и прославлюсь посреди него». Так Господь будет этой стеной. Послушайте это. Это новость, которая зак... Второй законе 23. Говорите о монетхиан и моветхиан. И вот Валла проклинал Израиль, потому что это царь моветхиан хотел их проклять. А монетхиан и моветхиан не может войти в общество Господне. Десятое поколение их не может войти в общество Господне в веки, потому что... Почему? Почему они не могли стать часть Израиля? Они не встретили вас хлебом и водой когда вышли из Египта. И потому что они наняли против тебя давалом чтобы проклять тебя. Послушайте. История повторяет. Прокляты были моветхиане, потому что когда исход происходил у Израиля, вместо того, чтобы Ибла создавал своих братьев хлебом и водой, они старались их проклять. История повторяет. Сейчас будет великий исход, и мы церковь, будем те, которые благословляют Израиль, дойдем ли мы им воду и хлеб, когда они будут убегать. И дом тоже был проклят, потому что когда израильтяне убежали, они удерживали, чтобы их могли поймать. Они препятствовали, чтобы их могли убить. так мы должны понять, что сейчас пророчество, когда евреи будут очень сильно гнать и не будут убегать. Будем ли мы им помогать убегать, или мы будем останавливать их? Мы должны как важно это. Итак, будем ли мы разделять землю? Мы не можем согласиться на две страны. Бог должен быть против каждой страны, которая постарается разделить землю. Я верю, что эти четыре рога в Захаре произошло в 2001 году, где была это ЮН, которое хотело разделить. Итак, я думаю, что еврейские Соединенные Штаты, ЮН, ИУ и Россия они стараются разделить или собрать их вместе, и поэтому я думаю, что это будет что-то, что Библия нам говорит. И последнее, это путь Кори. Он был заговорщик, завистливый, он ревни, выдвигал ложные обвинения. Он был нарциссист, потому что он был левитом, но не священником. Но они не понимают, что 99% левитов не были священниками. Вот Леви. У него было три сына, Гершан, Когат и Мерари. Но никто из них не были священниками. У Когата было Исхар, Хеброн, Узиел и Амрам. Но они тоже не были священниками. Только Амрам, у кого родился Моисей, это откуда были священники. Но Кора был от Исхара первым. Амрам и Моисей, это был дядя и племянник, это были двоюродные. И Кора не мог быть священником, но его дяди могли быть. Числа 16.1.3 Цегара сын Кауафа Сен-Левин. Это кто крепил последний стих полного все общества среди Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? И он говорит ложное обвинение. Он говорит, что Моисей и Арон себя поднимали, но вообще-то это не они, это Бог их поднял. Исот 6.18.20 Сен-Кауафа Амрам Ицгар и Еврон и Узил и Амрам женился на своей тете, потому что Йогавет была дочь Левия. Вот это было четыре сына, и Йогавет была дочерь. Итак, Амрам женился на Йогавете, и это как родился Моисей. Число 16.8.10. Сына Левия, неужели вам мало то, что Бог отделил вас от общества израильского и приблизил вас к Зебе, чтобы вы исполняли службы? Они все снимали святейши, и все потом опять собирали. Число 16.12.21. Собрал против Некаре все общество к входу в Скини. Из-за своей лжесвидетельств эти все свидетели против Моисея и Рона, хотя они делают то, что им Бог сказал. И потом Господь явился, потом был землетрясение, потом вышел огонь, и сибил всех тех, которые были, и разрезала земля уса, и полотила их и дом, и всех людей кривых, и все имущество, все, что принадлежало им, и покрыло их земля. Земля открылась, потом закрылась. Это было, конечно, страшно. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали, дабы говорили, и нас не платила земля. И выжал огонь от Господа, и пожал тех 200-500 людей, которые принесли курение. Итак, что произошло с семьей Коры? Корея, с вся семья Корея выжила, потому что только Корея умер, потому что семья Корея отделила себя от Кореи. Если вы почитаете псалмы, вы заметите, что некоторые псалмы были написаны сынами Кореевых. Кто пришел, кто был по линии Коры, кто выжил, это Самуил, пророк Самуил. Пророк Самуил. Он стал священником. Кор хотел быть священником, потому что он не послушался Бога, и потом он умер. Но 500 лет спустя Самуил стал священником, хотя он ленит Корея. Не понимайте себя, потому что Бог это делает в свое время. Есть много людей, которые в 1990 году были те, которые поддерживали меня, хотели чтобы я начал церковь. И я завел еще не время. Да, одно знать волю Божью, но также надо понять, какое время. Это только 2000 году я понял, что это время начать церковь. И надо не только делать то, что Бог говорит, но также по его времени. И это очень важно. Вы не хотите идти впереди Бога. И вы не хотите отставать от Бога. Вы хотите ходить с Ним. И наше первое служение было нарушено шансов 2000 года. И мы даже это не понимали тогда. Это для меня еще было все новое. Это прекрасно. И на следующий январь мы начали исполнять. Это почему надо делать то, что Бог хочет, когда Он хочет чтобы мы делали. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Аминь. Аминь. Сейчас мы благодарим, что ты нас любишь, что ты не только нас благословерить, но также поставить свое имя на нас. Как ты сказал Аарону говорит. На благословите Господь сохранит тебя. Добрый призывет на тебя Господь все на лицем своим. Помилуй тебя. Добрый лиц на тебя и даст тебе мир. Это самое прекрасное имя. Эйе Ашер Эйе. Увидим вас на следующей неделе.